Очень наш Ферапонтель Этой встрече Вологодская митрополия ждала 600 лет. Икона с частицей мощей преподобного Ферапонта прибыла в областную столицу из Можайска. Там свои обители, на правом холмистом берегу Москвы реки, в смирении и служении Богу. Последние годы прожил основатель двух вологодских святынь – Кирилла Белозерского и Ферапонтовского монастырей. Наш вологодский святой, мы почувствовали, что он помогает нам по нашему личному ощущению. Конечно, благодать, радостное ощущение радости. Возможно, икона так бы и не оказалась на Вологодщине, если бы не один случай. Глава ферапонтовского поселения во время разговора с депутатом Госдумы Марии Кожевниковой упомянул, что местные жители никогда не имели возможности поклониться мощам преподобного, хотя и живут рядом с его обителью. При поддержке правительства области возвращение святыни все-таки состоялось. Кажется, что когда такое происходит, неважно, кто что сделал и как это произошло. Главное, что у каждого и сегодня у меня появилась возможность, чтобы приложиться, помолиться к мощам Кирилла Белозерского. Православные верят, даже смерть не может остановить святых продолжать творить благие дела. Испокон веков ферапонта просили о спасении от пожаров и наводнений. В молитвах обращались к нему о здоровье путешественников, моряков и воинов. О маленьком чуде нам рассказали и сегодня. Его свидетелями стали представители Вологодской епархии. Случилось у нас наводение в епархии, нас залило. Мы обратились к преподобному ферапонту и последствия быстро были устранены. Вот вам, пожалуйста. Почему? Потому что он предстательствует о нас. А люди, вы знаете, обращаются за помощью в разных нуждах. Ведь любой святой, он может оказать поддержку, если к нему с верой обращаешься. До конца месяца икона преподобного ферапонта, почитаемого как чудотворца, будет находиться в храме Покрова на торгу. Поклониться и попросить о самом сокровенном сможет любой верующий. На воскресные службы святыню будут переносить в Софийский собор. Уже 28 сентября реликвия будет доставлена в Кирилло-Белозерский, а затем в Ферапонтов монастырь. В этих стенах святой лик пробудет до 3 октября, после чего вернется в Можайск. Павел Громов, Алексей Романов, специально для программы Новости.